Состоялись первые сессии областных кингашей народных депутатов 7-го созыва Антижанской, Наманганской, Сурхандаринской и Сырдаринской областей. В рамках данных сессий были избраны председатели областных кингашей народных депутатов, а также одобрены кандидатуры на должности хакимов соответствующих регионов. Кроме того, на сессиях были представлены перспективные программы развития, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в областях. Как известно, в новую редакцию Конституции и ряд нормативно-правовых документов внесены важные нормы, направленные на дальнейшее усиление деятельности местных кингашей. В обновлённой Конституции отменена норма, согласно которой хаким являлся председателем местного кингаша. И это ношество, в свою очередь, создаёт правовую основу для разделения властей на республиканском уровне и принципов взаимных сдержек на местном уровне. На первых сессиях местных кингашей в соответствии с обновлённой Конституцией впервые были избраны председатели местных кингашей. На первой сессии Антижанского областного кингаша народных депутатов 7-го созыва заслужена информация об итогах выборов, прошедших 27 октября, после чего был избран председатель данного кингаша. Им стал депутат из 35-го монахского избирательного округа Укта Махунов. На сессии, выдвинутый по представлению президента Республики Узбекистан кандидат в Хакиме Шухратпек Абдурахмонов, ознакомил собравшийся с программой социально-экономического развития региона. По итогам мероприятия Шухрат Абдурахмонов утвержден на должность Хакима Антижанской области. Завершила свою работу и первая сессия на Манганского областного кингаша народных депутатов 7-го созыва, председателем которого был избран депутат из 22-го избирательного округа Баркемо-Лавлот Сорджон Муминов. После чего были зарегистрированы партийные группы политических партий, утверждены регламенты местных кингашей и положение постоянных комиссий. На сессии представлена программа социально-экономического развития региона кандидатов Хакима Шавкаджона Абдразохова, выдвинутого по представлению президента. По итогам сессии Шавкаджон Абдразохов утвержден на должность Хакима на Манганской области. На состоявшейся первой сессии сурхандаринского областного кингаша народных депутатов 7-го созыва, его председателем был избран депутат из 14-го Алпамышского избирательного округа Абдураем Чарыев. После чего выступил кандидат в Хакиму Улубек Касымов, выдвинутый по представлению президента Республики Узбекистан. Он ознакомил участников сессии с программой социально-экономического развития сурхандаринской области, состоящей из 10 направлений. По итогам мероприятия единогласным решением Улубек Касымов был утвержден на должность Хакима сурхандаринской области. В последние годы являемся свидетелями того, что наш многоуважаемый президент оказывает доверие и внимание народным представителям. Задачи и функции, связанные с решением важных вопросов жизни государства и общества, которые ранее находились в ведении исполнительной власти, были переданы местным депутатам. Основная идея определена так – сильный кенгаш, подотчетный и инициативный Хаким. Мы верим, что дальнейшая работа по созданию нового Узбекистана будет планомерно продолжена. Мы, депутаты, должны оправдать доверие и народа, и нашего президента. Мы должны неустанно служить великому нашему народу, его интересам и дальнейшему процветанию нашей многонациональной Родины. Первая сессия сурхандаринского областного кенгаша народных депутатов 7-го созыва также началась с обсуждения итогов выборов, прошедших 27 октября. После чего был избран председатель данного кенгаша. Им стала депутат из 19-го избирательного округа Тарахуят Покиза Ахмеджанова. После чего с программы социально-экономического развития региона выступил кандидат в Хакимы Акмальджан Махмуд Алиев, выдвинутый по представлению президента Республики Узбекистан. В программе освещены все вопросы социального благополучия нашего региона, проблемы сокращения бедности, проблемы сокращения безработицы, проблемы улучшения инфраструктуры нашего города, улучшения сферы просвещения и здравоохранения. Я думаю, что на ближайшие пять лет мы постараемся не подвести наших избирателей. В завершении сессии Ахмаджан Махмуд Алиев был утвержден на должность Хакима Средаринской области.